В Самарской области проживает 33 тысячи наркозависимых. Из них 70% это молодые люди. Причем возраст первой пробы галлюциногенов неукоснительно снижается, отмечают сотрудники регионального наркоконтроля. Сейчас дети подсаживаются на иглу с 9 лет. Большой популярностью молодого поколения пользуется спайс. Несмотря на то, что он запрещен еще с начала 2010 года, объявления о продаже курительной смеси появляются на фасадах домов и заборах. Рекламу наркотика можно получить по электронной почте или на телефон. СМС-кой. Первоначальный эффект от спайса аналогичен действию марихуаны. Однако он в 5-6 раз вреднее. Содержащийся в курительной смеси химический препарат оказывает воздействие на сердце, мозг, печень, нервную и репродуктивную системы. Ученые выяснили, что спайс вызывает привыкание и сильную ломку в случае отказа от него. Передозировка приводит к коме и смерти. Наше законодательство не успевает просто вводить новые психоактивные вещества в списки запрещенных распространения веществ. А химики подпольно работают очень хорошо. То есть наркотики появляются просто. Геометрическая прогрессия растут, новые виды. Юный пловец Влад Крамарский о последствиях употребления наркотиков узнал из интернета. Говорит, до сих пор в шоке от увиденного. Я ни разу не пробую. Я вообще не хочу. Я смотрела фотки в интернете, там все гниет, разлагается тело изнутри. Неприятные ощущения. Показать мир без наркотиков призван антинаркотический марафон. Для воспитанников лагеря «Алимп» проводят мастер-классы паркура, джоли-джампа и воркаута. Мы им показываем инновационные виды спорта. Многие видят это впервые, глаза загораются. И самое главное, что не просто они видят, не просто они еще пытаются во время фестиваля чему-то научиться. В результате многие участники марафона с головой уходят в новые виды спорта и даже не думают о том, чтобы попробовать наркотик.